МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Как и ожидалось, электоральная кампания парламентских выборов 24 февраля оказалась не по-земнему горячей. К тому же избирателям предложен совершенно новый алгоритм избрания депутатов парламента и по партийным спискам, и по округам. Тем не менее, как отмечают наблюдатели и экспертное сообщество, в том, что касается выдвижения и регистрации кандидатов, основными игроками остаются политические партии. В то же время в общенациональном округе по состоянию на 10 января было зарегистрировано только шесть партий, что представляет собой небольшое число по сравнению с предыдущими выборами. И на этом особенности грядущих выборов не исчерпаны. Об этом и поговорим с представителем от партии социалистов Республики Молдова в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Максимом Лебединским. Здравствуйте! Добрый вечер! Начнем с такого достаточно общего вопроса. Уже мы вступили в такой период, который мы, журналисты, и не только по бдительным окам Центральной избирательной комиссии и других государственных органов, которые следят за нашей деятельностью, мы называем его предэлекторальным периодом. И вот сейчас мы уже можем говорить о том, что даже в этот период еще не началась агитация, активный период агитации, который должен быть, видимо, предусмотрен после 24 января. Начинается с 25 января. И тем не менее уже можно отметить, что есть некоторые, как бы несоответствие тому, что ожидалось, ожидается, или, скажем прямо, есть некоторые нарушения, как нам кажется, которые уже происходят и при регистрации кандидатов, и при регистрации партий, или, может быть, это связано с тем, что эти выборы отличаются от предыдущих электоральных компаний. Смотрите, мы сейчас вступаем, так сказать, в период, когда у нас парламент формируется по системе смешанного выборов. У нас есть одномандатники, есть списки по партиям. Вот наиболее распространенные, или вот самого общего характера нарушения, которые уже сегодня очевидны? Ну, вы верно подметили, что все-таки эта предвыборная компания, она будет иметь свою специфику, и каждый гражданин Республики Молдова, когда подойдет на избирательный участок для того, чтобы проголосовать, он получит два бюллетеня. Ну, что-то примерно тому, как происходят местные выборы, да. Но в местных ты получаешь один бюллетень за премиаря будущего, и другой за список муниципальных советников. Примерно то же самое будет на этих выборах, когда гражданин получит один бюллетень за кандидата от того округа, где он непосредственно проживает, и другой бюллетень будет за партийный список, на основе которого будут избраны 50 депутатов, соответственно. К сожалению, некоторые политические актеры уже себе позволили нарушать как кодекс, так и регламенты Центральной избирательной комиссии. А в чем это выражается? Что является специфическим? Вы правильно подметили, что избирательная кампания, то есть период, когда можно проводить агитацию, начинается с 25 января. Начиная с 10 декабря началось предвыборное период, периода электорала. С 26 декабря начался период, когда можно было выдвигать кандидатов в депутаты. Соответственно, начиная с 26 декабря, практически большинство политических партий, либо независимые кандидаты подали документы для регистрации инициативных групп, потому что кандидат по округу, будь то он независимый или партийный, он должен создать инициативную группу, и собрать не менее 500 и не более 1000 подписей в свою поддержку, если кандидат мужчина, и не менее 250 и не более 500 подписей, если кандидат женщина. Соответственно, по регламенту ЦИКа они приравняли финансирование и порядок декларации, а также ту агитационную программу, которую проводит инициативная группа в поддержку выдачи подписей, в поддержку кандидата, то же самое, как и в случае избирательного конкурента, то есть кандидата. Что это значит? Они не имеют права делать какие-то незадекларированные затраты, они не имеют права привлекать иностранных граждан в проведении каких-то мероприятий и так далее и тому подобное. К сожалению, некоторые актеры, избирательные актеры, которые зарегистрировали инициативные группы, позволили себе делать в том числе и концерты, которые они не декларируют, в том числе и с вовлечением иностранных граждан. Мы видели и другие независимые потенциальные кандидаты, которые напрямую, к примеру, использовали фотографии с депутатом Европарламента. То, что априори является чистейшим нарушением. Что важно, что именно за использование иностранных лиц или за нарушение в части финансирования, это является одним из главных оснований для исключения кандидата из гонки. Соответственно, и любые действия, которые приурочены к тому, чтобы стать кандидатом, они тоже должны быть в соответствии с законодательством. Есть и использование административного ресурса, разного плана на разном уровне. Есть определенные, скажем так, проблемы, но не столько законные, сколько с моральной точки зрения. Было установлено и не только нами, но и медийными агентствами, что есть лица, либо которые были привлечены к уголовной ответственности, либо сейчас находятся под следствием, но они стали кандидатами. Да, к примеру, им выдали и справку о неподкупности. То, что где-то изначально китает тень на саму эту процедуру. Люди себе ставят риторические вопросы, зачем эта справка о неподкупности нужна была. Когда выдают человеку с уголовным наказанием. Либо которого привлекли к ответственности, либо который сейчас находится под следствием, его дело находится в суде. Нарушений множество, в том числе некоторые потенциальные кандидаты, либо уже зарегистрированные кандидаты, начали заниматься конкретной агитацией, хотя по закону они не имеют права этого делать. Все эти вопросы мы будем поднимать постепенно и будем принимать решения. Каким образом фиксируются все эти нарушения центральной избирательной комиссии? Как дальше осуществляется процедура принятия решений, например, о влечении наказания? Центральная избирательная комиссия является более пассивным игроком. Она не является органом следствия, который будет сама собирать информацию о том, что делают кандидаты. Плюс к тому, что центральная избирательная комиссия в принципе занимается кандидатами по спискам, кандидатами по округам, занимаются окружные советы, созданные в каждом округе отдельно. Соответственно, активную роль будет играть каждый кандидат либо граждане Республики Молдова, которые имеют право подавать жалобы либо напрямую в судебную инстанцию, либо в избирательный округ или центральную избирательную комиссию в зависимости от компетенции. То есть о нарушениях нужно говорить, их нужно протестовать и соответственно жалобы в соответствии с кодексом нужно подавать. Ну, здорово. Тогда такой вопрос. Буквально недавно центральная избирательная комиссия говорила о том, что у нас будет достаточно большой десант наблюдателей. Где-то порядка 10 международных наблюдателей от Европейской сети организации по мониторингу выборов будут. И кредитованы 31 национальный наблюдатель, 16 международных наблюдателей посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Я знаю, что также накануне в ходе пресс-конференции Партии Социалистов говорилось о том, что ПСРМ подготовит тоже свой масштабный десант наблюдателей по этим выборам. Хотелось бы узнать поподробнее, как это будет реализовано, в каком количестве и какова миссия этих наблюдателей. В принципе, любой кандидат либо избирательный конкурент имеет право как минимум на представителя с правом совещательного голоса и на наблюдателя в каждый избирательный участок. Если у нас более 2000, может дойти до 3000 избирательных участков, это как минимум по два человека в каждый избирательный участок любой из кандидатов может выдвинуть. Плюс к тому парламентские фракции имеют право и на одного из членов окружной комиссии непосредственно избирательного участка. Соответственно, ПСРМ покроет полностью все три должности и наблюдателей, и представителей, и членов бюро в каждом из длин. Это, соответственно, от 6 до 9 тысяч человек, которые будут вовлечены. То же самое делается и в президентских выборах, на местных выборах. Ну, это нормальная практика, и любая уважающая себя партия она это обеспечит. Нам важно, чтобы избирательный процесс прошел правильно, без каких-либо махиназий. Потому что даже если ПСРМ возьмет определенное число депутатов, нам важно, чтобы эти выборы были признаны, как и на национальном уровне, так и на международном. Мы приветствуем любую наблюдательную миссию, в том числе от наших национальных неправительственных организаций, как и от международных организаций. Потому что Центральная избирательная комиссия на все выборы, в том числе, высылает приглашение, как и ОБСЕ, так и любым другим структурам Межпарламентской Ассамблеи Совета Европы, либо Межпарламентской Ассамблеи СНГ, и так далее. И именно присутствие международных наблюдателей, оно очень важно для признания или не признания результатов выборов. Потому что транспарентность процесса это, скажем так, один из залоговых успехов. Если еще ненадолго вернуться к вопросу, который мы поднимали с вами о нарушениях, будет ли какая-то возможность для тех избирателей, которые столкнулись с тем или иным нарушением, отсутствия себя в списке, становятся свидетелями этого нарушения, куда им обратиться? Будут ли какие-то организованы горячие линии, как в Центральной избирательной комиссии, как может быть и даже в партии социалистов, как правило, всегда организовывают что-то подобное для обратной связи? В любом случае, мы открыты для всех граждан Республики Молдова в том, чтобы помочь им для реализации и защиты своих прав. Но то, что относится к нарушениям, которые вы дали пример, отсутствие в списке, либо когда ты просыпаешься с тем, что у тебя в квартире, к примеру, есть лица, которые... Прописаны еще дополнительно, известны. В этом случае нужно подавать контестацию, протест, непосредственно в окружной участок, если они с этим не согласны, в вышестоящую и потом в судебную инстанцию. Но это может сделать только тот человек, в отношении которого было допущено нарушение. В остальном, то, что относится к действиям или бездействиям непосредственно кандидатов или конкурентов, или органов, может подать любой гражданин, либо любой из кандидатов. То есть, если мы не будем согласны с действиями избирательного округа, или мы увидим, что кто-то из кандидатов будет нарушать избирательный кодекс, соответственно, мы будем обращаться с протестами как в судебную инстанцию, так и в вышестоящий ворк. Ну, мы сегодня, например, столкнулись, не столкнулись, а, в общем-то, уже живем в ситуации, когда выборы проводим по округам. Округа в нашей стране, понятно, нарезается там по определенному принципу. Но вне государства Республики Молдова проживает достаточно много компактно находящихся диаспор наших с вами сограждан. Тогда вот такой первый вопрос. Сколько планируется избирательных участков за рубежом? По какому алгоритму будет планироваться их открытие, их количество? И как будет эта информация доставляться нашим с вами согражданам, проживающим, что в Российской Федерации, что в Италии, что в Франции, в США, Канаде? В любом случае, комиссия по созданию округов в том числе, в последствии было решение правительства о утверждении границ округов, было все-таки решено дать три округа для граждан Республики Молдова, находящихся за пределами Республики Молдова. Соответственно, было разделено на восток от Республики Молдова, на запад от Республики Молдова и другой округ, третий, это Соединенные Штаты и Канады. Естественно, было взято во внимание и примерное количество граждан Республики Молдова, находящихся постоянно или переменно в конкретном округе. Может, оно не настолько точное, как на территории Республики Молдова, потому что за границей нет возможности сделать постоянно список, в отличие от территории нашего государства, когда мы берем данные с реестры и знаем, что Иван Иванович Новый живет на улице такой-то, в такой-то квартире и так далее. И, соответственно, каждый округ на территории Молдовы, он был создан минимум для 55, максимум для 65 граждан, имеющих право голоса, где есть постоянные списки. За границей специфика чуть-чуть другая. В отличие от предыдущих выборов, было увеличено количество лиц, которые могут проголосовать на одном участке. То есть, если раньше на одном избирательном участке могло проголосовать 3 тысячи граждан, сейчас на одном участке за границей смогут проголосовать до 5 тысяч граждан Республики Молдова. То, что увеличивает и непосредственно число бюллетеней, которые будут выданы туда. Если я не ошибаюсь, позавчера завершилась предварительная регистрация, которая является одним из критериев для будущего открытия избирательных участков. Следующим этапом должно быть принятие решения правительства, в котором они предложат циклу конкретное количество избирательных участков и их место расположения. В принципе, у Центральной избирательной комиссии фактически нет другой возможности увеличить число, нежели то, что предлагает правительство. Потому что, вы сами понимаете, что без участия наших дипломатических миссий за границей, Центральная избирательная комиссия ничего не сможет сделать. Насколько мне известно, дипломатические миссии также делали свои предложения по поводу количества избирательных участков и их местного расположения. Об этом будет объявлена и Центральная избирательная комиссия, и конкретные адреса каждых из участков. И я думаю, что и все дипломатические миссии Республики Молдова будут активно продвигать и информировать наших граждан о конкретном месте расположения. Но я рекомендую нашим гражданам быть более активным и периодически смотреть на сайте Центральной избирательной комиссии новая информация о том, где будут эти участки открыты. Их должны будут открыть не позже, чем за 35 дней до выборов. То есть приблизительно 20 января мы сможем знать, где их количество и конкретные адреса тех участков, которые будут открыты за границей. Не менее важны будут в том числе и участки для лиц, проживающих в Приднестровье, то есть на левом берегу Днестра. Для них так же, как и для граждан Республики Молдова, которые за границей, будут открыты отдельные избирательные участки. Для Приднестровья были созданы два округа. Соответственно, нижний — это Террасполь для Бендеры, и второй округ — это верхний, и все остальные населенные пункты. Вдоль Днестра, то есть у нас это районы Резина, Ниной, Кривляны, Каушан, Штефов-Воды, возможно, и в Кишиневе будут открыты отдельные избирательные участки, где лица, проживающие в Приднестровье, смогут прийти свободно проголосовать и за кандидата по округу, которые их должны будут в последствии представлять, и за целый избирательный список. Это, опять-таки, одно новшество этой системы, которая позволяет достаточно активно участвовать гражданам Республики Молдова, проживающих на левом берегу Днестра. Информация, где будет находиться конкретно эти избирательные участки? Также не позже, чем 20 января Центральная избирательная комиссия должна принять решение. Я так понимаю, что сейчас вопрос рассматривается в том числе с технической точки зрения, потому что, чтобы открыть избирательный участок, стоит вопрос и безопасности, туда нужно провести документацию и избирательные бюллетени, и допуск, и, насколько мне известно, Центральная избирательная комиссия достаточно активно общается и с местной публичной властью, и с всех этих населенных пунктов, где будут открыты дополнительные участки. Относительно избирательных участков, которые будут открыты за рубежом, опыт прошлых избирательных кампаний, мне кажется, оставил некоторый негативный отпечаток в памяти избирателей. Опять же, буду говорить сейчас об гражданах Республики Молдова, которые проживают и трудятся в Российской Федерации. Ведь в средствах массовой информации было очень много фото, видео, документов и свидетельств о том, какое огромное количество людей не сумели проголосовать. То есть были большие очереди, но избирательный участок работает в определенные часы, и, соответственно, мы получали, как журналисты, получали информацию и жалобы о том, что не успел свой гражданский долг выполнить тот или иной наш соотечественник. И вот не случится ли подобное и в этот раз? Вот как сделать так, как добиться? Если мы говорим, что за границей будут три отдельных округа, соответственно, и условия приблизительно должны быть одинаковые для всех. В этом случае, ну, 100% мы можем утверждать, что нельзя допустить, что, к примеру, в одном округе за границей было открыто, к примеру, 100 участков, а в другом 10. Потому что мы ставим в неравные условия непосредственно граждан Республики Молдова, находящихся за границей. Но, как я вам подметил, была возможность, которую мы воплотили в жизнь, и было позволено на одном участке голосовать уже до 5 тысяч человек. Что это значит? Если, к примеру, раньше на 10 участков могли прийти максимум 30 тысяч граждан Республики Молдова, вот сейчас на те же 10 участков могут прийти 50 тысяч. Разница в 20 тысяч человек – это более 50%. Но это обеспечивается количеством бюллетеней, которые будут на этом участке. Ну, а временем работы? Но в том числе… Нет, время работы, оно будет, опять-таки, с 7 утра до 9 вечера с возможностью продлить еще на 1 час время работы избирательного участка. Но в этом случае должны быть открыты в том числе и дополнительные участки. Потому что, как я вам объяснял, нельзя поставить в разные условия лица, находящиеся за границей в одном округе и в другом. Это было бы то же самое, что бы означало, представьте себе, на территории Республики Молдова количество граждан, включенных в списки в одном округе и в другом. Одно приблизительно тоже, и в одном открытии 50 участков, а в другом 3 участка на весь округ. Ну, это же нелогично. То же самое и должно быть. Ну, подобное было. Помните пример о том, что, например, грубо говоря, в той же Италии было избирательных участков больше, чем в Российской Федерации. К сожалению, компетенция о предложении числа участка, она принадлежит правительству. Мы будем следить за тем, что сделает правительство, и дальше будем уже решать непосредственно в зависимости от ситуации. Ну, если еще вернуться к особенностям этого пределекторального периода, и о последствии уже и самого электорального периода, вот с чем, что ждет избирателя? Вот как, до ваш взгляд, будет проходить сама избирательная кампания, какие формы агитации, возможно ли какие-то ноу-хау, или это будет типичная встреча с избирательными, трудовыми коллективами, что разрешено законом, что запрещено? Ну, в любом случае, мы видим, что каждые выборы, они у нас эволюционируют, да, и политические технологии, и сами кандидаты, они становятся и хитрее, и где-то, может, уже нарабатывают определенный опыт. Больших изменений в плане агитации, в принципе, нету, скажем, больше стоит вопросов, что нельзя, чем то, что можно, да, как я говорил и ранее, нельзя использовать иностранных лиц, нельзя использовать исторические фигуры, да, государственные символы, учреждения и так далее. Нельзя делать агитацию из незадекларированных фондов. Это основные условия для того, чтобы включиться в разрешенные рамки. Но можно встречаться с гражданами, можно продвигать рекламу, как ТВ, радио, баннера, флайеры и так далее и тому подобное. Естественно, кто-то будет делать концерты, кто-то будет делать другие митинги, марши. Посмотрим в зависимости от ситуации. В любом случае мы готовы ввести аккуратную, честную компанию. Но мы очень жестко будем следить за тем, что будут делать наши конкуренты. Потому что мы хотим, чтобы равные условия были для всех. Мы не позволим себе, чтобы кто-то нарушал и делал грязную компанию, а кто-то впоследствии, желая иметь честные выборы, окажется в дураках. Мы будем предпринимать меры ко всем, чтобы не было никому обидно. Всем известно такое понятие, как партия-клон. Мы знаем, что в каждый предвыборный период вдруг начинается реинкарнация партийных организаций, которые функционировали предыдущие 4 года, а может и больше период, в каком-то спящем режиме. И вдруг неожиданно появляется на политической арене партия с похожим названием или с похожим символом. В этих выборах мы увидели клоны не столько для партии, сколько для определенных кандидатов. То есть однофамильцы имеются? Ну, конкретно, скажем, по округу, который относится к Российской Федерации, СНГ и так далее, партия социалистов выдвинула кандидата Георгий Пара, и через пару дней появился такой называемый независимый кандидат Георгий Пара. Насколько мне известно, это как так являлась фамилия его супруги. Человек поменял свою фамилию под супругу, и он стал кандидатом по тому же округу, где у партии социалистов определенные, такие мощные позиции, и есть кандидат с таким именем. То есть достаточно совершить какую-то ошибку, и получается выбрать не того человека. Хотя, в общем-то, здесь ты ничего не сделаешь, в принципе, голос отдан. Ну, скажем так, это законно, но с моральной точки зрения это уже предстоит каждому в отдельности. А есть прецеденты в международном избирательном праве, когда подобные вещи, ну, каким-либо образом, подобные поступки, подобные деяния каким-либо образом пресекались, ну, например, ограничивались или предупреждались, что это невозможно, не нужно стремиться так поступать, потому что это будет... Это как раз нечестная игра. Ну, игра, она и вправду нечестная, но я думаю, что наши граждане Республики Молдова, они достаточно взрослые, и они понимают разницу между политическими играми определенных конкурентов и с тем, кто является кем и от кого. Мы в любом случае будем работать со своими избирателями, но я боюсь, чтобы мы не перешли сейчас к грани, не пришли в агитацию, потому что, как мы говорили, агитация начинается с 25 января. Да, мы не ставим пока цель перед собой заниматься агитацией. Но, тем не менее, ведь важно, ну, как бы максимально расширить кругозор тех же потенциальных избирателей, которые сегодня определились, хотели бы отдать свои голоса за ту или иную партию, за того или иного кандидата от округа, в котором он проживает, и чтобы было понятнее, как делается, как раз мы призвали, поставили целью этой программы. Это и является спецификой одномандатного округа. То есть ты хочешь добиться доверия граждан, лиц, которые живут на определенном сегменте. Это что значит? К примеру, мы говорим о Молдове, да, 65 тысяч граждан максимум. Значит, ты должен работать с этими гражданами. Ты должен ходить из дома в дом, ты должен объяснять, ты должен встречаться с людьми. Как тебя люди изберут, если они тебя в лицо не знают и понятия не имеют, кто ты такой. Но стоит у тебя символ партии, молодец, но иди работай с людьми. Это важно, в этом специфика. В этом и плюс этой системы, потому что она усиливает связь между депутатом и конкретным округом. Если он после избрания в течение 4 лет ничего не сделает для того, от которого он был избран, значит, повторно он депутатом не станет. Но если он молодец, если у него были контакты постоянно с избирателем, и он свои обещания выполнил, соответственно, долг будет, его будет в дальнейшем. Очень часто нам приходится журналистам отмечать во всех нарушениях, которые так или иначе, к сожалению, бывают в ходе выборов, такое понятие, как подкуп избирателя. Он проходит в самых разных формах. Это бывают определенные подарки, это какие-либо, не знаю, продовольственные пакеты, либо еще как-то. Как вот здесь центральная избирательная комиссия как реагирует? Как следует вообще реагировать тем, кто становится свидетелем? Избирателем как таковым является либо административным, либо уголовным нарушением. Это не просто нарушение в избирательном праве, это конкретно административное или уголовно наказуемое действие. Нам сообщили даже и вчера, и позавчера, были определенные случаи, когда одни из избирательных конкурентов пытались раздавать разного рода подарки. Мы все это документируем и в соответствующий момент мы будем вращаться в органы. Опять же, смотрите, два периода. То есть есть как бы передэлекторальный и сам электоральный период. Это последняя стометровка перед выборами? Последняя стометровка, она и называется избирательная кампания. То есть избирательная кампания начинается за 30 дней до выборов. В нашем случае 25 января. С 10 декабря начался электоральный период. Это момент вступления в силу акта, которым был назначен день выборов. И соответственно, это чуть-чуть разные термины, но в любом случае, когда партии вступили в электоральный период, они вошли в определенные рамки. То есть если ты хочешь участвовать в выборах, ты уже должен соблюдать закон, который распространяется даже на последней стометровке. Это важно. Хорошо. Еще вопрос. Ну, смотрите, мы, как правило, наблюдали всегда такое, опять же, когда получаем в руки избирательный бюллетень, наблюдаем, ну, такую пестроту символов, фамилий, то есть названий партии. Сейчас, судя по всему, да, вот мне кажется, что количество конкурентов в одномандатном округе в большинстве своем гораздо больше, чем конкурентов по партийным спискам, по партиям. То есть, на ваш взгляд, чем это вызвано? Ну, тем, что мы действительно вступаем в какую-то новую политическую стадию развития страны, да, у нас смешанная избирательная система. Это нововведение, которое назрело, и назрело, наверное, даже не в этом году, а ранее. Либо роль партии стала уменьшаться в формировании политической повестки. Вопрос не в роли партии, вопрос в том, что специфика одномандатного выбора, да, или округа, состоит из того, что избирать будут более авторитетных местных, да, лиц, или деятели, которых местные люди знают, да, я вам дам пример Гагаузии. Гагаузия, она давно работала с этой системой одномандатных округов, да, то есть у них, когда на парламентских выборов ранее, они голосовали за партии. Когда шла речь о народном собрании Гагаузии, там практически везде шли независимые кандидаты. То же самое применяется тут. Партии, которые имеют конкретно сформированные, хорошо организованные территориальные организации, они в любом случае будут выдвигать своих кандидатов, но есть и определенные так называемые независимые кандидаты, которые попытаются выиграть в этом округе, потому что, да, он его знает там 20 лет, он был либо каким-то начальником, либо местный бизнесмен, общественником, общественником, который люди знают, и он попробует стать кандидатом. Что нужно отметить, что даже если подписные листы и инициативные группы были зарегистрированы до десятки, к примеру, практически в каждом округе около 8, 9, 10 есть определенные округи, где дошло и до 15 зарегистрированных инициативных групп, но по сей момент реально смогли собрать подписи не более 2-3, но максимум 4 кандидата и подать их в окружную комиссию для регистрации уже в качестве кандидата. То есть факт того, что 10 или 15 человек взяли подписные листы, это еще не значит, что они все станут кандидатами, потому что ты должен в свою поддержку собрать то количество подписей, которые я говорил еще в начале программы. Не является ли определенным диссонансом? С одной стороны выдвигаются по одномодатным округам лидеры общественного мнения, либо лидеры общественной жизни, экономической жизни. С другой стороны разрешается партийная поддержка лидеров и одномодантиков. Здесь нет какого-то диссонанса? Нет, нет никакой проблемы. Даже если бы формально запретили партиям выдвигать в округа, в любом случае партии поддерживали бы одного или другого человека, даже если бы он официально называл себя независимым. Если кто-то хочет идти независимым, не проблема, но я хочу, чтобы они объяснили своему избирателю, как они будут воплощать в жизнь те обещания, если у них нет политической поддержки. Естественно, что личность этого кандидата реально будет влиять и на голос, и на результат, но мы должны понять, что когда кто-то что-то обещает, он должен показать те возможности, которые он реально имеет. Не происходит здесь подменные понятия? Например, граждане привыкли избирать на местном уровне тех, кто представляет граждан в местных органах власти. Здесь мы выбираем знакомых нам людей, которые баллотируются по нашему округу, часто живут здесь, живут общей жизнью с жителями тех или иных микрорайонов, но выбираем депутата парламента, совершенно другая законодательная ступень, другой уровень. Восприятие граждан, кого все-таки в конце выбирает? Того, кто будет строить политику государства или политику развития микрорайонов? Мы не говорим о микрорайоне, мы говорим о всей территории республики Молдова, о Приднестровье и в том числе о гражданах, находящихся за границей. То есть у нас 51 округ, из них 3 за границей, 2 Приднестровье и все остальное это подконтрольный конституционному режиму территории республики Молдова. Что это значит? Что мы и территориально и в пропорции отношения граждан республики Молдова будет одному представителю от всей территории, от всех граждан республики Молдова. То есть если вы проживаете к примеру в Асрабяске или в Бричанах или в Единцах, неважно где, вы сможете выбрать человека, который будет представлять и ваш личный интерес как гражданина и той территории, где вы проживаете. Потому что представим себе ситуацию, к примеру, самые активные это либо районные центры, либо Кишнев в основном как столица. Приходит партия, выбирает себе ну скажем так 15-20 мощных таких представительных граждан. если мы говорим чисто о партии, ну все их знают, все их уважают, за них голосуют, но они связи с территорией не имеют. Да, они выбраны, они депутаты парламента, но они когда думают, они думают в общем, но они не знают специфики проблем. Но когда есть от каждой территории либо зоны есть представитель парламента, который будет обязан общаться с гражданами в территории, он будет говорить о их проблемах, которые он лучше принимается в законном бюджете, да, что нужно? Дороги в районе X, значит он приходит с законопроектом, он приходит с поправкой, что не хватает денег на садик в селе таком-то, на школу еще что-то, значит он будет бороться за то, чтобы все эти вопросы были включены, может не на 100%, может на 80% решить, но это тоже должно двигаться с места, но если у нас получится, что в парламенте к примеру будет представительство только одной территории, а другого не будет, ну тогда естественно одна часть страны будет развиваться быстрее и качественнее, а остальные будут в таком застое. задам вопрос, может быть части глубоко дилетантские, тем не менее, привяжу его к ситуации, которую часто мы сталкивались, наблюдая за парламентской жизнью, так сказать, такой феномен, как партийная миграция, когда тот или иной депутат парламента меняет партийный окрас. В этой ситуации смешанной системы насколько исключается, допустим, у тех же одномандатиков. Да, есть, которые самостоятельно выбираются, есть те, которые выбираются опираясь на определенные политические силы. Здесь, вот, будучи представителем региона, округа, которого поддерживает еще и партия, но получив мандат от конкретных граждан, возможно ли, например, вдруг смена политического окраса, а это в то же время и получается обман с данным собственного обещания? Я, по-моему, поставлю и риторический вопрос. Встречный. В момент, когда партия социалистов продвигала смешанную систему, нам кричали, что этим самым мы сподвижим именно эту миграцию депутатов. Давайте возьмем нынешний парламент. 101 депутат, избранные. От ПСРМ ушел один депутат, от коммунистов, если я не ошибаюсь, две трети или три четверти фракции ушло, от ДПМ три четверти, от ЛП ушло. В чем логика? Миграция или политический трассеизм это, да, он зависит не от избирательной системы, она зависит непосредственно от человека, от его моральных ценностей, от того, скажем, что для него важно и что для него не важно. это зависит. Мы можем поменять систему хоть сто раз, но это никак не повлияет на то, что у человека в уме или у него в душе. Ну и под занавес программы. Мы как бы уже говорили о том, что наша цель сегодня, мы не занимаемся агитацией, призывом, но тем не менее. Вот с чем бы хотелось бы все-таки обратиться вот ко всем тотально избирателям сегодня, вот накануне достаточно важного во многом так сказать судьбоносного события, а именно парламентских выборов в выборах 24 февраля. Вот с чем бы вам хотелось обратиться, ну, вне зависимости от того, с кем вы являетесь как публичный функционер, как партийный. Ну вот если есть предоставительная возможность. я как юрист рекомендую и призываю всех граждан Республики Молдова воспользоваться своим правом избирать, приходить на выборы, голосовать свободно и открыто за тех, за кого они считают, что имеют возможность сделать что-то хорошее для Республики Молдова. Не поддавайтесь ни на какие манипуляции, не оставляйте кому-то ваш голос, вы должны его свободно высказать самим 24 февраля. Это все, что я могу предложить нашим гражданам. Мы в свою очередь тоже призываем использовать свое гражданское право, свой гражданский долг, 24 февраля выйти на выборы и реализовать это право гражданина, потому что все разговоры о том, что выбирают без нас, это неправда, выбирают за нас, если мы не участвуем в этих выборах. А это уже совершенно другое дело. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я думаю, что многие вопросы стали понятнее, но мы всегда готовы. А некоторые еще запутаны. Может быть, нет, не думаю. Я знаю прекрасно, у нас есть отличная налаженная обратная связь с нашими телезрителями посредством соцсетей, фейсбук, одноклассники. Мы получаем вопросы, мы на них отвечаем и часто благодаря этим вопросам и формируем даже наши новостные программы. Выезжаем на те события к этим людям, которые задают вопросы, которые готовы высказать свое мнение. И, в общем-то, благодаря этой обратной связи мы держим руку на пульсе. Поэтому и формируем повестку бесед, которые складываются у нас в наших таких программах. Будем приглашать вас и дальше. Будем с удовольствием слушать определенные объяснения. тем более, в общем-то, грядущие буквально полтора месяца, мне кажется, в общем-то, предопределяют очень многие события, которые мы рассчитываем на изменения, которых мы рассчитываем как граждане республики, которые, в общем-то, имеют право на успех как политический, так и экономический. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был представитель партии социалистов Центральной избирательной комиссии с правом встречательного голоса Максим Лебединский. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин